Продолжаем просыпаться, друзья. У нас такой вопрос есть. Где летом могут подработать студенты и школьники? Кто готов трудоустроить молодой человек без опыта работы? Ответ на эти вопросы знают наши сегодняшние гости. Командир республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская и боец педагогического отряда созвездия Белорусско-государственного педагогического университета Юлия Щербакова. Доброе утро. Вот так звание. Боец и командир. Ну, кстати, ты говоришь, что я Надежду буду называть товарищ командир. Она мне официально разрешила. Так вот, товарищ командир, расскажите мне, пожалуйста, что такое студотряды? Почему семестры трудовые начинаются? Как это работает? Чем это отличается от того, что было в советские годы? Или это то же самое? Ну, вы знаете, очень многое, конечно, взято именно с советских времен. Даже вот название третий трудовой семестр. Можете догадаться, почему? Потому что этого были два? Да, правильно. Первый учебный, второй учебный и наступает третий. Конечно, каждый трудовой семестр у нас особенный. И в этом году, ну, понятно, большую такую особенность внес как раз ковид. Вмешался. Поэтому у нас вся запись студенческих отрядов шла онлайн через QR-код в социальных сетях наших белорусских студенческих отрядов. Дальше все семинары, вся подготовка тоже прошла онлайн. Командиров, комиссаров, штабистов всех учили онлайн. Но летом вам больше интересуются, правильно я понимаю, чем, наверное, в первые два семестра? В общем-то, да. Но те, кто уже не первый год, они уже практически приехавшие со своей предыдущей целины с трудового семестра, уже в октябре-ноябре ребята объединяются и готовятся к следующему трудовому семестру. Новички к нам действительно приходят уже где-то так ближе к тому моменту, когда они сдают сессию. И куда новички? Есть ледовщина какая-то? Отправляют новичков на какие-то сложные объекты? У них проходит посвящение в бойцы, как минимум, да. И у них определенные сложности есть. А сколько сейчас ребят вообще в вашем штабе? Ну, в штабе. Хороший вопрос. Есть республиканский штаб, есть областные штабы. Это опять же структура, сохранившаяся именно с того советского прошлого. Есть территориальные штабы в районах и городах. И есть штабы трудовых дел во всех учреждениях образования. В частности, высшего образования в педагогическом университете. А, ну, значит, предположить мы только можем, что крайне много участников. А вот возраст максимальный, минимальный какой? В студенческих отрядах имеют право работать ребята от 14 до 31 года. Стало быть, Юлий от 14 до 31 года. Правильно я имею в виду? Все верно. 14. Юль, 14. Расскажите, пожалуйста, про ваш опыт. Что вы уже построили? Что вы возвели своими Юлиными ручками? Я участница педагогического отряда «Созвездие», который является одним из самых сплоченных общий университетских отрядов. Уже не первый год мы, студенты, приезжаем в национальный центр «Зубрёнок» с целью организовать досуг детей настолько хорошо, чтобы они нам сказали, мы обязательно вернёмся к вам в следующем году. Вместе с ними мы участвуем в различных мероприятиях, конкурсах, проводим игры, квесты, мастер-классы. И эта отдача, энергия и светящиеся глаза детей действительно дают понимать, что это всё не зря и работа действительно в удовольствие. А вот подсказывают нам, что студотряды это вообще не педагогические, не только стройка. Режиссёр говорит, спроси ещё, спроси ещё, какие есть направления. Вот я спрашиваю, какие ещё есть направления? Есть 7 направлений, 7 профилей студенческих отрядов. Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные, сервисные и медицинские. А вот мальчишка без опыта работы, куда может пойти? Мне как раз 31 года осталось чуть-чуть. Куда успеть? Ну, вообще можно пойти по профилю тому, по которому вы обучались. Где обучались? Что закончили? Белорусское государственное экономическое. Он же и не помнит. Чё это? Я ух, как учился. Хорошо, экономически. Ну, не могу сказать, что прямо в экономику направим. Мы на стройку точно можем направить. Студенты это вообще такая каста, которая очень быстро учится, очень всё быстро постигает. Поэтому в любое направление. Ну, есть, конечно, узкоспециализированные. В педагогический отряд ты не попадёшь без педобразования, и в медицинский тоже сложновато. Во все остальные можно попробовать. Юля, а чем вы конкретно занимаетесь? Что ваша деятельность включает в себя? Стараемся максимально хорошо организовать досуг детей, их детский отдых в лагере. Так, приезжают к вам дети? Вы говорите, так дети рассчитались. Да, у нас есть отряд. И мы закреплены с определенным отрядом. Я вожатый. И мы практически 24 часа 7 дней в неделю находимся вместе с ними. Развлекаемся. Вот, мероприятия, конкурсы. Вот вместе с ними подготавливаем всё, что угодно. Просто, чтобы им действительно понравилось, чтобы их максимально развлечь и с пользой интересно провести время. Как вас дети называют? Юлия Александровна. Красивая Юлия Александровна. Дорогие друзья, у нас сегодня были Юлия Александровна. Она участник, боец педагогического отряда «Созвездие». Правильно? И, товарищ командир у нас сегодня тоже был, командир республиканского штаба статистических отрядов БРСМ Надежда Шаховская. Дорогие друзья, если вы не знаете, мало ли сейчас вы проснулись летом и думаете, куда пойти, что бы поделать. Пожалуйста, вот этот отряд вас приглашает в себя. Спасибо вам огромное. Ещё раз приходите, рассказывайте. Очень нам интересно.